вот настроил вроде бы на пол волны вот посередине горит а по краям не горит то есть тут и так высокая частота а тут еще на пол волны работ это у нас и выбрала страна Это катушки, вот, наверное, когда вот так происходит, она лучше, а по центру горит только. Но тут уже залипание происходит и вырастает потребление до 5 ампер. На том блоке питания могло бы сгореть, там чуть больше, я побоялся, там до 3 ампер дошел, потом дальше побоялся крутить оттуда 5 ампер дойдет, и сгорит транзистор, там может до 10 ампер дойти. Поэтому я на том блоке питания побоялся. На своем можно попробовать. Так как раньше он как-то не полностью открывался, поэтому он, видимо, так сильно грелся. Теперь, может, он выдержит 5 ампер. Хочется с вентилятором, но все равно. Вот потом резко, вот, выше 5 ампер, вот синусодика. Вот, потом все, сбивается резко и падает потребление. Вот, меньше 1 ампера. Тут вот такое залипание какое-то происходит. Вот тут все ярко работает, вот, поле большое. Почти 5 ампер, теперь 4,2 ампера где-то. Я думаю, что когда это залипание происходит, скважинность вырастает. 1,4 МГц, слишком высоковат. Если переключить на другой переключатель, он может только до 1,3 МГц. Поэтому он немножко не дотянет до резонанса. Вот теперь на гармонике работает. Вот приближаюсь к резонансу, теперь нет этого залипания. Потому что, ну, есть, но какая-то она уже не такая сильная. Так как вот до того самого потребления дошла. Но уже могу более точно регулировать. Ого, вот тут много сильнее. Потому что чисто. В общем. Так что. Так. 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 Продолжение следует... 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 смотрим вроде бы такого не должно быть может там и на блок питания как-то все влияет в одно заземление включу лампу в разрыв заземления и смотрю что будет вот она яркая горит как и ожидалось все можно было бы из салограф заземлить надо звук свой меняет наводки на него генератор наводят вот потребляя теперь меньше чуть 2 ампер и теперь можно самая яркость найти покушать уже нельзя можно только понижать частоту вот и уходит от яркость нужно было вот ничего я рукой немножко приближу руку и она понизится часа попадет в резонанс вот ярче начинает гореть но не сильно ярче если еще ближе она начинает гаснуть может тут около всей мощности вот теперь теперь уже слабее кусается землю осциллограф может он будет как-то лучше все вам поярче горит когда земля и у него он тоже как земля действует но и потребление растет а то это опора как бы как говорится ерундово это и тонкий провод и она в катушку смотана нехорошо действует как опора мы теперь беру провод 5 метров он теперь должен лучше опору создать вот это земление то старой она тоже подключена к земле как-то крепление и вот 5 метров провод 2,5 миллиметров квадрат как работает более заземление подключенный 5 метров 6 теперь 5 почти 6 ампер вначале потребляет вот как я не стягиваются напряжение где-то 24 вольта током конечно минус не бьет так испугался косточка тресла или что-то вы похоже что ли перегорела что-то подскочил токот да, транзистор сгорел все-таки я очень остро настроил на резонанс и он вот очень горячий, что там 6 ампер даже было в общем даже мой блок питания слишком мощный что он даже на нем горят транзисторы ну и когда раньше эти провода были на них потери были может это несколько спасало теперь эти потери убрал ты стал мощнее может видимо от перегрева сгорел потому что был очень горячий радиатор, но он такой не очень большой, может был бы побольше радиатор может быть он и не сгорел потому что он сразу-то не сгорел, перегрева нужно значит побольше радиатора делать посмотрю ли драйвер все в порядке качает у меня просто нет каких еще побольше не знаю вот этот самый большой есть еще один такой но там прикручивать не очень удобно может какой-то такой выпадет, но тоже не очень большой вот это такой но там он очень много места занимает может нужно будет его использовать так загнуть может не будем гореть, там так тут не очень неудобно вот такая форма большая, а вот этот думаю может использовать но тут дырки слишком большие тоже не очень хорошо его прикручивать неудобно это тоже, но его тоже тут прикручивать как-то не очень удобно если дырку вот тут самому просверлить, тогда может как-то вот этот может использовать тоже вроде бы не очень штуку и большой нужно наверное какой-то купить радиатор может он недорогой, но зато будет нормальный радиатор он сколько мне транзисторов спасет это может окупиться все маленькие а тут может быть дырку просверлить как потом перекручивалась когда тут он тоже не такой же большой, нет таких вот ветвений ну воздух как вот тут вот тут мой сдвоенный радиатор который я использовал в общем наверное попробую и раз 540 но мне кажется он сгорит только так сразу мигом но по идее он он должен больше должен в ток здесь у меня согреться как защитить его я не знаю в рестере тоже греются сильно снабберы снабберами можно что-то эти снабберы тоже не очень там спасают ну вот что на затворе снял транзистор что творится на затворе я ничего частоту не менял вот если одна микросекунда то вот так вот видно что шире скважина с чем закрытие поэтому нехорошо тут не так не так эффективно по моему работает не такой высокий кпд как если бы скважинность было бы 50 ровно процентов тогда был был выше кпд вот так хуже лучше было бы меньших скважинность наоборот чем вот так вот поэтому я и не люблю вот это вот этот генератор что увеличивает скважинность на таких частотах вот отключить что поступает на транзистор покажу какая стилограмма вот что на транзисторы поступает какая-то тоже я вообще отключу резисторы посмотрю что тогда будет поступать вот отключаю с первого запуска вот тут как-то вроде бы чуть получше картинка тут уже вроде бы немножко похоже более на 50 процентов но так что нужно сделать чтоб транзистор который открывает он как бы запаздывал немного а который закрывает он должен как бы не запаздывать вот как тут сделано вот как тут сделано даже заточить надо было бы так буду этой ручкой рисовать вот постоянно карандаш и тир вот коллектор тут плюс ну плюс 12 вольт не у меня тут плюс 8 вольт вот вот он база вот идет вот тут на резистор 10 вольт и тут уже на полевой ключик как то вот так на затвор ну тут на минус вот вот тут еще диод стоит чтоб для более быстрого закрытия параллельный резистор и тут второй транзистор 78 ом резистор входит от генератора и найти оба транзистора и тут мне кажется еще между вот этой ножкой это еще один килоом резистор вот так вот так тут на минус вот поступает на этот транзистор это транзистор это транзистор только или так но в принципе все там могут тут вроде бы нужно один килоом ставить у меня наверно не стоит 570 том чисто чтобы он быстро закрывался чтобы он всегда получал плюс был открыт а потом хотя он через этот резистор получит у нас если будет когда получит плюсом закроется когда получит минус через этот резистор на откроется можно еще один поставить тогда он будет большее время будет большее время закрыт я то есть будет большее время открыто это нам не надо нему уже подается плюс он все равно короче тогда сквозной ток может получить все мне кажется это 10 он может не тут нужно ставить а вот тут на это тут вообще напрямую нужно вот так вот так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этот тоже открыт и получается сквозной ток. А так вот никогда не будет сквозного тока. Ну, может, конечно, этот в базу впихивать, этот будет коротить. Ну, как бы всё равно это не так уж страшно. Этот будет впихивать через 10-ом резистор, поэтому этот, когда будет коротить, он будет понемножку всё равно просаживать напряжение, потому что он напрямую коротит. Вот это через 10-ом резистор впихивать базу в затвор. А как сделать, вот если и тут поставить 1-килоом резистор, или там 2-килоом? Вот так вот. Вот так вот. Будет большее время, как бы... Тогда скваженность уменьшится. Большее время будет поступать минус, чем плюс. Увеличится время минус. Ну, можно было бы тут не 10-ом, а 20-ом, например, чтобы тоже медленнее заряжался. Зато заряжаться может через него быстро. Посмотрю, у меня есть эти по 1-килоом. Резистор или нет? Тут можно... Но даже каких-то попробовать 200-ом поставить, чтобы... Ему подаешь плюс, и он всё равно никак не открывается. И я там... Он всё закрыт и закрыт. Потому только когда переходит определённый уровень, уже начинают они открываться. Тут эти транзисторы не комплементарная пара, но всё равно это работает. Они примерно там параметры равны, когда такой размер примерно равен. У меня вот между затворами и истоками стоит крат и 20 скилоом. Это неправильно. Лучше было, может быть, поставить не 20 скилоом. Либо один килоом. Либо... В общем, паяльник нужно будет включать. Я вот спешил, нужно было уже вечером. Нужно было завтра, наверное, включать. А там этих, наверное, резисторов вообще нет. Нет, есть вот один килоом между входом и... Вот этот, наверное, нужно выпаять, чтобы он тут не мешался. Хотя, может, и нужно. Он как-то очень много заслоняет. А вот эти вот диоды, как я говорил, это чтобы защитить. Снаберы это хорошо, но на разных частотах они по-разному действуют. Я же разные частоты пробую. А, эти диоды совсем отпаялись, и они никак не действовали. Вот они. Отпаялись. Олова, может, я пожалел. Таких я там только диодов не наставил. Вообще, нужно было, наверное, бы трансил поставить. Так, это транзистор. Нужно тоже этому транзистору тоже, чтобы он получал больше минусов. А вот тут, чтобы он больше и время коротил. Тоже 1 килоом, там, или 500 тонн даже поставить. Теперь нужно искать резистор. 500 тонн где-то. Да. 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 так как ч ч что 750 он ходит его тоже можно использовать один килом вот я собрал делитель подаю 8 вольт поделить тут где-то 4 вольта тут транзистор п-6 мк-60 вроде бы или п-дет ну какой-то не поделка вроде потому что ему нужно больше напряжения на затвор вот я теперь покажу напряжение как вы на затворе 4 запятая 24 вольта теперь сопротивление измеряю так его сопротивление где-то один он а теперь вот между истоками стопа смотрю сопротивление десят один он то есть он наполовину открыт а вот подделка при таком напряжении он полностью открывается меня полярность вот и если подцепили прямо вот 8 вольт тогда вот его сопротивление один он вот на затворе напряжение затворе напряжение 8,5 вольт вот теперь он полностью уже открывать вот этот рф-540 подделку он открывается полностью даже у него то само показывает что на затворе у него 4 там запятая 5 вольт что 8,5 вольт всему 3 вольта вот упал вы после этого резистора тогда он тоже где-то наполовину уже начинает открываться не в этом сопротивление вырастает вот я тут под под подаю теперь посмотрим напряжение какое 2,8 вольт он вот тогда наполовину этот вообще может даже не открыть вот этот при таком напряжении даже не открывается вообще а тот открывается но наполовину это вообще не открывается оригинальный 06 мегаом сопротивление можно сказать что не открывается вот перекручу на поделки 1,8 ом так у него 0,1 ом а вот когда 2,8 вольт у него 1,7 с другой стороны тоже примерно 1,9 ом это при 2,8 вольт вот теперь подключить вот тут теперь будет напряжение на затворе истоки 4,26 вольт теперь он будет полностью открыт вот сопротивление замерить можно вот 0,1 ом тут приборов не точно его может и меньше сопротивления просто прибор уже очень точно не может замерить вот он при 4,2 вольт он уже становится полностью открыт этот не становится полностью открыт потому что у него там 70 вольт сопротивление или 300 вольт он может там через диод проходит там поэтому другой полярности другое показано поэтому в какой-то мере может они так слишком горят что на затвор слишком большой напряжение подавал я раньше я вот вольт